свершилось это наконец-то мы пришли в театр но театр небольшой как многие могут подумать спрашивали еще ноги а вы пойдете большой театр нет большой не идем идем в губернский театр потому что сегодня здесь выступает безруков сегодня представление наше называется казанова интересно здесь живет или не очень давно хотела посмотреть в реале как играет безруков и сегодня наконец там мы посмотрим спасибо огромное подписчику который купил для нас билеты и именно благодаря ему мы сегодня идем на эту постановку 3 часа 20 минут будет антракт поэтому обязательно походим по театру посмотрим как же мы в театре не прибухнуть надо штамм конечку чуть-чуть в буфете кто бы сомневался что заходим уже время без 15 пора паров это вся тема со звонками будет и первый звонок 2 3 там Все дела? Все серьезно? Как положено. Ура, ура! Вы пришли в театр. Уважайте себя и других. Не портите вечер себе и окружающим. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И они не просто играют. Они общаются с залом. Во время представления провели лотерею. То есть это было встроено в само представление. Выбрали просто случайное место. Пригласили женщину на сцену. Подарили ей подарок. Реквизит со сцены. Она в шоке. Без рукав ей ручку поцеловал. В общем, прекрасно. Жаль, что это была не я. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, мы вышли из театра, и просто в Москве сумасшедшая жизнь, которая может просто вот так вот тебя просто закрутить. И мы едем не домой. В общем-то, интересная машина такая со звёздным небом, но обалдеть. А можно интервью небольшое, куда вы приехали? Мы приехали в бизнес-центр фабрики Станиславского. Это очень знаменитое здание. Здесь была семья великого ткача, который производил различные вещи из серебра и золота. Мы сейчас придём вовнутрь, и вы прекрасно это всё увидите. Остались детали. Кстати, это здание – объект культурного анастезия регионального значения. А вот это просто, что я говорила. То есть это плетение Станиславского, то есть здесь золотые нити. Угу. Смотрите, у нас был проект, когда мы приезжали в этот офис, мы хотели сделать что-то в нашем стиле. Смотрите, какая стена пикабушная. Агринеть. Здесь могла быть ваша надпись. Она будет. Это прям противо. Посмотрите, вот ребята, как работает. Это же работа мечты. Игровые, эти ресла. Кто хочет офисное, кто хочет игровое. Начальник подарил им отдела за то, что они выполнили план. Последнюю. Сонику, да. И они просто офигевали. Эх. Ну всё, теперь план выполнять не будут. Это офис европейской медиагруппы Дорожное Радио, Русское Радио. Вот здесь, да. Ну то есть европейская медиагруппы Европы Брус. Здесь они проводят корпоративы. То есть ставят сцену. Приезжают звезды, Басков, Лолита, Киркоров. Ничего себе. Это всё, да. И проходят концерты. Да, я видел конфорты записи, которые в студии, вот там в окне Виндии, да? Да, то есть здесь снимают все эфиры. То, что транслирует, золото. Ничего себе. То есть там стульчики подближают. Он диджей какой-то дежурный сидит. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Ну что, настал этот момент. Тима. Пьяный. Не знаю, войдёт ли это в мой влог на YouTube. А почему нет? Показывать же надо всю правду. Идём в шаг. На Арбате. Мы, кстати, да, мы на Новом Арбате. Развалили так немножко. Макдональдс, спасибо вам большое. Нам лететь завтра на самолёте, но Тима уже улетел. Я пакетик из Макдональдса возьму с собой. Я тебя люблю. Начинается! Субтитры подогнал «Симон»! Мы добрались домой. В общем-то, очень неожиданный у нас сегодня вечер получился. Начнём с театра. Я не успела просто оставить свой отзыв, дать какой-то свой комментарий. Театр шикарный, безруков, великолепен. Три с половиной часа пролетели просто вот так. Невероятно круто. Особенно Тиме очень понравилось. Вообще, я в восторге. Он не особо любит театры, но вот эта постановка ему очень понравилась. Дальше. Как всё это так у нас сложилось, мы выходили из театра, планировали ехать домой, там, монтировать, уже ложиться спать. И нас встретили наши подписчики. Да, и Тольятти, и Ростов не вышли именно из-за них. Это совершенно случайно получилось. Они сидели дома, просто увидели Тимон кружочек, что вот мы приехали там в театр. И они даже, они ждали нас, не надеялись вообще нас увидеть, встретить. Но так получилось, что да, мы вышли, они стояли. Вот. И поехали кутить, так скажем. Поехали в офис Пикабу. Обдарили нас подарками. Вот. Вот это ещё не всё. Были в, не знаю, как это, ресторан или... Ишак. Там нас фотографировали. Много раз. Принесли. Маркетинговый ход какой, а? Как в Египте. Вообще. Принесли фотографии в рамочке. Та-дам. Да, а в Египте мы не купили. 20 долларов стоила фотография, я до сих пор жалею. Ну, на секундочку. Фотка в рамке 2100 рублей. Вот представьте. Тоже 20 баксов. А просишь, да, просишь, там может в электронном виде где-нибудь будет. Они говорят, нет, вы покупаете. И вот как, как можно отказаться от такой фотографии. А ну, разверни её, она сейчас ножкой. Да. Да, вообще. Отказаться от такой фотографии, как бы, которая сделана в атмосферном месте, да. У тебя всё равно останется и останутся какие-то воспоминания, воспоминания об этой фотографии, об этом месте. Вот как не взять её? Объясните. И, причём, это наша первая стимовая фотография в рамке, потому что у нас всё абсолютно в квартире сгорело. поэтому именно вот эта вот фотография в рамке, это первая наша фотография будет ещё из Москвы, будет в нашей, наверное, когда-нибудь в новой квартире. Так вот стоять. Пока в машине будет лежать. Да, можем на торпеду так поставить. Тогда будет не видно. Ну, в общем-то, спасибо огромное за сегодняшний вечер. Да. Это было очень неожиданно, очень круто, и, как я написала в телеграме, красиво, надо вспомнить, что в Москве планы строить нельзя. Это абсолютно точно. у Москвы на нас свои планы. Вот так. А мы пошли спать наконец-то. Если нас же ещё тут кто-нибудь не встретит, идём, в общем, наконец-то отдыхать. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Всем спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok